14 августа инструмент российской пропаганды «Комсомольская правда» опубликовала сообщение о закрытии гимназии в селе Унгурь Окнецкого района, обвиняя власти в намерении ликвидировать достаточно успешное учебное заведение, что вызвало шок среди жителей и у местной администрации. Однако впоследствии выяснилось, что это ложь. Да, мы слышали, что в стране есть у нас 97 школ с количеством учащихся меньше чем 50, которые могут быть закрыты в случае, если родители согласны будут возить детей в другие школы, более оснащенные. Но наша школа к таковой не относится. Поэтому сразу посыпались звонки родителей, звонки из других школ, учителей, которые у нас преподают, из других сообществ с вопросом, как так, почему вашу школу закрывают, на что мы не могли ничего ответить, потому что не знаем, даже не можем предположить, откуда эти слухи растут. Поэтому мы хотим дать такое маленькое опровержение тому, что наша школа не закрывается, мы готовы принимать детей. У нас все классы оснащены проекторами, экранами. В начальных классах, в каждом классе у нас телевизоры, внутренние туалеты, площадка, тренажеры. Новости я увидела в фейсбуке. Реакция моя, конечно, я была в шоке, потому что я знала, что это неправда. Исходя из того, что нигде это никто не говорил, нигде не обсуждалось. Поэтому немножко было странно это увидеть и услышать. Примар Сила Унгур также выразил недоумение по поводу этой новости. По его словам, школа находится в прекрасном состоянии, учеников достаточно и нет никаких оснований для ее закрытия. По поводу ситуации закрытия школы Сила Унгур я узнал из фейсбука. Когда увидел, что наши односельчане вы оставили, начали длиться публикации. И как бы все село, и мы все в шоке были, потому что это неправда, такого быть не может. Такими вещами играть нельзя, потому что это школа, это дети, это люди. Потому что школа должна быть в селе, и если школы в селе нет, это беда. Село умирает. И мы все дружно боремся за то, чтобы в нашем селе была школа, и она процветала, а не закрывалась. Жительница Сила, чьи дети и внуки обучались в данной школе, удовлетворена уровнем образования. Она убеждена, что данное учебное заведение не должно быть закрыто. Школа. Дети ходят, мои внуки учились, окончили 9 классов, потом пошли в атаку, окончили 12. Сдавали бакалавра, теперь в Кишинёв поступили. Нормально, учителя хорошие. Как вы думаете, эта школа должна оставаться? Должна, детей много есть. А куда будут идти? Хорошая школа у нас. Министр образования и исследования Республики Молдова Дан Перчун подтвердил редакции Нортньюз, что появившиеся слухи – это ложь. В гимназии села Унгурь обучается 110 учеников. С начала учебного года в Молдове закроется 10 школ в связи с небольшим числом учащихся. Ещё 13 школ будут реорганизованы и объединены с другими учебными заведениями.